девчонки привет смотрю так уже народу подсобралась как вам сегодняшние новости для тех кто не слышал если на них еще раз пора по проговорю рада всех видеть тоже присоединился мне такое ощущение что я живу от эфира до эфира сегодня какой-то вообще смазанный день получился сразу с утра не было английский два часа потом с ребенком разбирались с уроками одно смотри уже четыре часа вечера капец куда девается куда бежит время как это все так быстро происходит и 4 часа вечера и уже буквально вот и сразу прямой эфир единственный способ пообщаться с внешним миром это наши онлайн ресурсы здорово что они у нас есть потому что я даже не представляю как можно сидеть в квартире на карантине и еще при этом без связи с внешним миром как таковым помните когда еще мы были совсем маленькими у нас было только три канала телевидения или сколько там максимум 5 и это единственная связь внешним миром так что хорошее время живем кстати не находите хорошее время время стартапов время возможности когда можно когда у тебя просто огромный выбор возможностей ты можешь в любую сферу в любой сфере реализоваться ты можешь реализоваться онлайн ты можешь реализоваться с помощью своего хобби ты можешь реализоваться с помощью своего мозга Да, то есть столько стартапов для любого человека, да, не буду говорить для молодых, для любого человека сейчас, если сравнивать вот даже сколько, ну 30 лет назад, хотя тогда тоже были свои стартапы, да, челночники там на рынках, то тогда как бы вариантов особо не было. Ты учился, да, вот все знают эту любимую схему, которую все рассказывают, выучился, пошел на работу и всю жизнь на этой одной работе и работаешь, то сейчас, конечно, выбор огромный. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, да, те, кто любит, кому вот не хватает вот этого, что ты стабильности, что ты вот после института в одну какую-то сферу пошел на одно предприятие, и там ты гарантированно до пенсии живешь, знаешь, что тебе будет гарантированно, живешь, работаешь, знаешь, что тебе гарантированно будут платить какую-то свою зарплату. Конечно, может быть, кому-то этого не хватает, но мне кажется, все-таки лучше то, что мы имеем свободу, свободу выбора, свободу реализации и то, что у нас есть сейчас вот эти возможности, которые мы с вами реализуем онлайн, да. Что мы с вами реализуем, собственно говоря? Мы с вами нашли компанию, да, я буду сейчас рассказывать сути нашей работы для тех, кто не слышал, не знает, и для тех, кто впервые попал на эфир и как бы вообще далек от этого. Мы работаем онлайн, удаленно, вот уже 10 лет, можно сказать. 10 лет мы получаем свои доходы каждый месяц, каждые 3 недели, и даже сейчас в карантин мы стабильно эти деньги получаем. Несмотря на то, что 50% населения сидит за свой счет, грубо говоря. Мы нашли компанию, которая нам сказала, девчонки, вот пользуйтесь моим брендом, и мы будем тебе платить, мы будем вам платить деньги за то, что вы пользуетесь нашим брендом. Мы такие, окей, да. От нас, в принципе, ничего не убыло, и мы с легкостью поменяли те бренды, которые у нас были до этого, в частности, бренды шампуней, бренды зубных паст, мыло, помад и так далее, да, вот из этой категории. Мы с легкостью поменяли то, что у нас было, на наш новый бренд, который нам за это платит вот уже 10 лет деньги. И при этом наша компания нам сказала, если вы будете не только сами пользоваться брендом, да, а и создадите групповой товарооборот, то есть у вашей сети потребителей будет быть не только вы одна единица, а сеть, построите сеть, я буду вам платить процент не только с ваших покупок, но и с покупок всей сети. То есть математически это выглядит вот так, математически это выглядит вот так. Вы пользуетесь, приглашаете 10 человек, таких же самых, как и вы, пользоваться, они с удовольствием присоединяются. Почему? Потому что если, если так посмотреть, то до этого момента, вот к тем новичкам, которые нам присоединятся, до этого момента они мылись, чистили зубы, пользовались шампунью, красили губы, красили глазки свои просто бесплатно. С этого момента, и я сама вот 30 лет вот это все делала бесплатно. С этого момента, с того момента, как я присоединилась в нашу компанию, мне за это платят. И, естественно, для любого здравомыслящего человека это кажется выгодным, да, то есть, если ты раньше пользовался, тебе ничего не платили, то сейчас ты пользуешься и тебе платят. Выгодно. Присоединились, 10 человек присоединились, они делают то же самое, что и сделали вы, то есть, они пригласили тоже каждые по 10. И дальше тоже каждый по 10. В итоге, фактически, в вашей сети, в вашей структуре уже 1000 человек. А видите, как это быстро произошло? Вы нашли всего лишь 10 таких же активных, понимающих суть бизнеса, как и вы сами. Но эта вся система дублицировалась, и вот у вас уже 1000 человек, которые примерно пользуются на 50 долларов каждый шампунем, гелем до душа и так далее. Ваш групповой товарооборот составляет 50 тысяч долларов, да, правильно я считаю? И ваш доход при этом 2,5 тысячи долларов. Из кармана в этот момент ничего у нас не вывалилось, да. Вот иногда девчонки приходят и начинают убеждать меня, что здесь вложения, что я не покупаю на 50 долларов регулярно и закрываются от этой возможности. Но если мы с вами здраво рассудим, что и посмотрим на цену продукции, то мы увидим, что по сути наша цена продукции, она ничем не отличается от той продукции по цене, да, которую мы видим в магазинах. То есть нам, ну без разницы, да, то ли мы купили в магазине шампунь за 2 доллара, то ли мы купили в нашей компании шампунь за 2 доллара. Но в магазине нам никто не заплатил, а здесь нам заплатили 2500 долларов, которые мы вот только что посчитали. То есть очевидно, что здесь выгоднее. Я не пользуюсь на 50 долларов, да, я тоже не пользуюсь шампунем на 50 долларов в 3 недели. Это нормально, но если мы подойдем к бизнесу серьезно и посмотрим, что вот эта сумма 50 долларов, которую нам компания выставляет как необходимый минимум, она экономически обоснована. Потому что если бы эта сумма была меньше, например, была бы там 5 долларов или 10 долларов, то тогда бы и ваша зарплата была бы меньше. Вот эта тысяча людей, которую мы уже здесь озвучили, да, а если бы они купили не на 50 долларов каждый, а на 10 или на 5 долларов, то, соответственно, и ваша зарплата составляла бы не 2500 долларов, а в 10 раз или в 5 раз меньше. Смысл идти в бизнес, да, и создавать свой бизнес, если там ты получаешь такие же копейки, как и в найме, да. Мы сюда приходим, и наши все девчонки приходят за нормальными деньгами, и в принципе все, кто здесь с нами работают, для них несложно организовать совместную покупку на те 150 долларов. Потому что у каждого из нас есть свое окружение, которое, естественно, тоже моется и красит губы и так далее, да. У нас есть мамы, у нас есть кумая, у нас есть братья и сестры, у нас есть подруги, в конце концов. В итоге мы среди своего окружения как минимум 5-10 таких семей найдем. Если каждый из них сделает вместе с вами совместную покупку хотя бы на 5 или 10 долларов, то вот вы уже легко делаете свой необходимый минимум 50 долларов. То есть мы считаем, что это минимум обоснован, и он работает, работает вам на плюс, и тем самым гарантирует вам нормальный доход, нормальную зарплату и вообще нормальную оплату того, что мы сделали. Поэтому воспринимайте это как условие, которое работает на плюс вашему бизнесу. Иногда девчонки тоже приходят и говорят, говорят, можно я не буду покупать. Тоже так интересно бывает. Приходят, понимают, что вот мы озвучили на каждой презентации, мы не скрываем, да, что в нашем бизнесе необходимо выполнять две вещи. Это приглашать других и делать свой личный необходимый минимум. Личный товарооборот, да, то есть личную покупку. Мы это ни от кого не скрываем, ни до регистрации, ни после регистрации. Но бывает так, что девчонки видят, там доход 2,5 тысячи долларов, им это нравится, да, доходы, премии, путешествия. Вот сейчас тоже буду об этом говорить. А то, что надо делать необходимый минимум личный, как-то уходит мимо, да, проходит мимо глаз, как-то незаметно. А потом после регистрации надо спрашивать, а можно я не буду делать заказ? Ну, понимаете, это выглядит немножко странновато, потому что если ты идешь в бизнес, и в этом бизнесе есть вот эти два условия, то как их не выполнять? Ну, это то же самое, что вот мы, да, на прошлом эфире тоже приводили этот пример. Это то же самое, что я иду устраиваясь учителем, да, либо врачом, либо там паримахером. Я при устройстве на работу, меня приняли уже на работу, и тут я начинаю говорить, а можно я не буду учить? А можно я не буду лечить? Да, или можно я не буду стричь? Ну, то есть, если ты идешь устраиваться парикмахером, то это очевидно, что тебе надо стричь. Если ты идешь устраиваться хирургом, это очевидно, что тебе надо проводить операции. Если ты идешь устраиваясь в бизнес, который построен на личном товарообороте, плюс приглашение, то это очевидно, что тебе надо делать личный товарооборот и приглашать людей. Поэтому вот такие вопросы обычно звучат странновато. Но знаете, не то, что странновато, как-то вот слегка по-детски. Ну ладно, если это задают там девчонки, которые там тинейджеры еще сами по сути. Но когда это задают девчонки, которые им слегка за 30, такие вопросы, начинаешь сомневаться в умственных способностях этих людей. Если так говорить честно и напрямую. Вот, поэтому вот этот минимум, он необходим для того, чтобы гарантировать вам же нормальный доход в этом бизнесе. Потому что это было бы действительно странно прийти в бизнес и зарабатывать здесь там 50 долларов или 250. Мы не на эти деньги вас зовем. И мы не зовем вас тратить. Вот тоже это поймите, что здесь вам не надо покупать то, что не надо. Не надо там дома устраивать склады и затариваться этой продукцией. Просто среди окружения организуйте совместную покупку и все. То есть это нормально. Это нормально, когда ко мне обращается подруга или кума, или там кто-то из родственников и просит о какой-то услуге, какой-то помощи. Это нормально? Нормально, да, они меня просят, я там, если могу, я, если я где-то как-то меня не напрягаю, то я эту услугу оказываю, да. Ну, в большинстве случаев мы 99,9% соглашаемся в чем-то помочь нашим близким. Здесь то же самое, я не понимаю, девчонки тоже иногда пишут, что мои там, мое окружение не хочет покупать. Ну, не хочет покупать, делать со мной совместную покупку. Тогда, знаете, здесь тогда вопрос не в Арифлейм, и проблема не в Арифлейм, скорее всего, а проблема в отношениях внутрисемейных, и я бы на их месте, конечно же, задумалась. То есть моему окружению не в напряг. У меня мама что, ходила там, покупала за 2 доллара шампунь в магазине, что там она в Арифлейм? Ну, правда, она не покупает у меня, конечно же, Арифлейм. Это нормально, я ей и так это все даю. Вот, ну, даже та же самая подруга, если не будем приводить пример прям совсем близких родственников, да, потому что зачастую мы тем же мамам, папам и близким, ну, кто у нас из девчонок работает и делает личный товарооброс, зарабатывает уже с нами те самые деньги, что мы назвали, то, как правило, они отдают эту продукцию своим мамам бесплатно, да, и это нормально, и это, как бы, так и должно быть, наверное. Вот, ну, давайте возьмем подругу, да, если она отбрала до этого шампунь в магазине за 2 доллара, а тут ей надо за эти же 2 доллара взять этот шампунь у меня, то почему ей должно быть западло это сделать? Почему? Я бы тогда задумалась насчет этой подруги, насколько она действительно подруга, если я ее прошу о такой услуге, от которой у меня ничего в карванах не выпадет, но при этом она отказывается. То есть вот здесь приготовьтесь сразу и примите для себя сразу необходимый минимум, необходимый минимум для того, чтобы в этом бизнесе реализоваться, то есть приглашать, и мы наставим на 50 долларах личного товарооборота, потому что если вы будете делать меньше, и ваша команда будет тоже делать меньше, то вам самим не понравится в этом бизнесе, потому что когда вы приходите в этот бизнес, вы ожидаете увидеть какие-то результаты, да, это нормально, это классно, это мотивирует, и когда ты регистрируешься и начинаешь людей подключать, а видишь в отчетах нули или там какие-то малюсенькие заказы, то это никого не мотивирует, мы тем самым рубим сук, на котором сами сидим, да, но мы должны понимать, что у компании Арифлейм от этого товарообороты не упадут, ее бизнес не развалится, у команды Экспресс Карьера тоже бизнес не развалится, если придет новичок и сделает заказ не на 50 долларов, а на 5 долларов. Но будет ли у этого конкретного новичка развиваться бизнес, вот в этом уже вопрос. Понимаете? В этом уже вопрос, то есть вот этот человек, который пришел и не принимает до конца условия роста в этом бизнесе, он рубит свой собственный сук, на котором сидит, то есть он сам себе закрывает развитие этого бизнеса, потому что у компании Арифлейм от этого бизнес не развалится, и у команды Экспресс Карьера тоже бизнес не развалится. У нас товарооборот в месяц, чтобы вы понимали масштабы нашей работы, у нас товарооборот в месяц 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов. Мы этот бизнес делаем уже 10 лет, и мы на нем хорошо зарабатываем. И, естественно, мы можем показать, как этот бизнес быстро и масштабно раскрутить вам. Но если вы не хотите, то как бы мы не можем кого-то заставить это делать бизнес. Свой бизнес мы уже сделали. Поэтому присмотритесь, тем более, если вы объективно понимаете, что вариантов больше нет. Кстати, вкусный кофе купила. Что вариантов в этой жизни, ну как в этой ситуации конкретно сейчас, больше нет. Ну, я не буду, как бы, навязывать свою точку зрения. Вы каждый можете сами раскинуть фантазии и посмотреть на те варианты, которые вам предлагают или вам доступны. Если вариантов вот столько, ноль, ноль, и вы понимаете, опять же, объективно и здравым рассудком, что в этом бизнесе у вас ничего из кармана не выпало. Понимаете, вот в чем преимущество и плюсы нашего бизнеса? В том, что у нас нет вложений. Для того, чтобы в нашем бизнесе реализоваться, не надо из карманов выложить последние деньги, на которые вы хотели купить ребенку, там, витамины, к примеру, или кашу, или молоко хотели ребенку купить, а вы тут выложили на бизнес. Нет, конечно, и вот я считаю, что в этом наш бизнес очень экологичен тем, что у нас нет никаких там заоблачных стартовых пакетов, либо же заоблачной минимальной покупки, потому что я знаю, что есть компании, в которых минимальная покупка там порядка 100-150 долларов в месяц. не всегда продукт, который тебе нужен. Да, ой, засмешили меня. Гирлянда, гирлянда у меня здесь, она подключена к пилоту, который... Пилот, правильно говорю? Она мне подключена к пилоту, который труднодоступен. И для того, чтобы ее выключить, надо хорошо полосить под этим, под столом. И мне всегда это лень сделать. Вот. И там я включаю себе на зарядку вот телефон, и у меня параллельно загорается гирлянда. Почему уходят директора, которые были такими активными? Я расскажу. Не все... Не все из них выросли на своем личном ресурсе. То есть, есть командный ресурс, есть личный ресурс. И есть девчонки, которые выросли на командном ресурсе. И когда пришло время расти самостоятельно, они... Оказалось, что они этого делать не могут. Ладно, давайте дальше о сути. О сути бизнеса говорить. О том, о возможностях, да. Вот копнем про возможности... В интернете. Потому что... Ну, я не знаю. Я вот 10 лет работаю онлайн. Как бы в этой сфере. И я знаю... Я знаю про таргетинг, да. Я примерно понимаю, как надо вести страничку в Инстаграме. Понимаю, что такое фотоконтент и текстовый контент, да. То есть... Я это все понимаю, и... Но при этом я вот не смогла бы монетизировать эти знания для того, чтобы там брать какие-то заказы. И знаете почему? Потому что я настолько отвыкла от ответственности. От ответственности перед заказчиком. От ответственности перед начальником. Что мне не хочется уже никакую ответственность брать. И в нашем бизнесе у вас нет никакой ответственности. То есть... Нет такого, что ты там взял какой-то заказ. Плохо его либо некачественно выполнил. И заказчик недовольный на тебя кричит и портит тебе нервы. Да. Здесь такого нет. Здесь если вы налажали, то вы как бы только перед самим собой это сделали. Потому что больше никто этого не увидел. То есть если вы сделали какую-то ошибку, что-то неправильно там написали или презентовали, или что-то не так сказали, то этого никто не увидит, кроме вас самих. То есть я расцениваю это как большой плюс, потому что... Никогда не любила давление со стороны. Так. Если вы из тоже таких девчонок, то вам у нас понравится. Вам у нас понравится, потому что у нас нет начальника, нет заказчика, который будет кричать. Я не знаю. Вот я не понимаю девчонок, которые ходят на работу и выслушивают недовольство начальства. Для меня это такой стресс всегда был. Это что кошмар. Если этого можно избежать и зарабатывать деньги другим способом, то почему бы и не делать этого. Так. Давайте еще, знаете что, расскажу, каким образом, да. То есть преимущества бизнеса мы рассказали. В чем здесь суть, как мы зарабатываем, откуда берутся деньги, мы рассказали. Давайте я расскажу, как именно вы будете здесь работать. Во-первых, вы будете обучаться. Вы будете обучаться бесплатно и будете обучаться, опять же, онлайн на сайте обучающим, либо в чате телеграм, либо просматривая онлайн вебинары, которые у нас идут два раза в неделю по вечерам и в обед. Дальше. У вас будут записи видеоуроков, благодаря которым вы сможете выбрать тот метод приглашения людей через интернет, который вам подойдет. Методов у нас несколько. Вы можете выбрать бесплатный метод, можете выбрать платный метод, можете выбрать метод активного контакта, можете выбрать метод объявлений. Вы можете работать в ВКонтакте, можете в Фейсбук, можете в Инстаграм, можете даже в Одноклассниках и на досках объявлений тоже у нас есть обучение, как это делать. Вы можете раскручивать свой личный бренд, то есть свой Инстаграм параллельно, мы даже будем на этом настаивать. И, опять же, обучение по этому тоже есть. То есть с нами вы научитесь вести свой Инстаграм и с него тоже получать поток, поток в бизнес новых партнеров. Вы можете, кстати, вот еще можете работать по списку знакомых, то есть по знакомым, если вы этого хотите, такие методы вы у нас тоже можете освоить. Ну вот, некоторые методы более трудоемкие, то есть необходимо там посидеть, повозиться с ними. Некоторые методы сводятся вообще абсолютно к простым действиям, то есть вам необходимо, вы разместили объявление, вам необходимо сидеть в Вайбере либо в WhatsApp, или просто зайти там раз на час в день и ответить, пересылая сообщение, тут даже не надо, можно даже ребенка попросить, даже мозг не надо включать, пересылая готовые сообщения тем людям, которые вам пишут в Вайбер, в WhatsApp, спрашивают о работе. То есть вот такие незамысловатые действия, не требующие особых там каких-то знаний профессиональных, либо каких-то навыков, такие незамысловатые действия необходимо выполнять в нашем бизнесе, плюс опять же, минимальный объем потребления личного и вот те деньги, которые я посчитала, они вполне доступны. Если, знаете, девчонки, если к вам пришли люди и они там не сильно включаются в работу, то, скорее всего, они не поняли, зачем им это надо. Я для этого веду вот прямые эфиры каждый день, для того, чтобы вы приглашали своих новых партнеров, устойчиво приглашали на эти эфиры, здесь мы с вами как раз вот и обсуждаем эту тему, зачем вообще этот бизнес делать. Это раз. Второе, не стремитесь к тому, что прям, или не комплексуйте от того, что прям у вас не включается каждый первый новичок. Это нормально, да, я расскажу вам, рассказывала уже случаи и сейчас повторюсь, но сначала расскажу о том, что мы же не страдаем от того, или не комплексуем, что у нас там не все учителя, не все там 100% населения, все учителя. То есть мы воспринимаем это нормально. Кто-то учитель, кто-то врач, кто-то водитель, кто-то строитель. То есть мы воспринимаем это нормально. Точно так же и в нашем бизнесе кто-то будет, кто-то не будет. Это нормально. Дальше. Не все девчонки сразу понимают суть этого бизнеса и то, что он безубыточный. Есть определенная стереотипность по отношению к этому бизнесу. Что еще? Есть как бы другое мировоззрение. Мне, наверное, повезло то, что я сразу на начальном этапе карьеры попалась мне девушка, которая отказалась от этого бизнеса, потому что она побоялась потерять субсидию. То есть я ей рассказывала о перспективе иметь здесь 500 долларов, 1000, 1,5-2, 2,5, которые мы сегодня посчитали. А она мне сказала, что она не может иметь доход, потому что она, там, официальный доход, потому что она потеряет свою субсидию. И тогда я поняла, что будут, мне будут попадаться люди, которые мыслят немножко по-другому. Я первый раз с таким столкнулась, потому что, ну, до этого я там училась в институте, мы как-то все были одного уровня мышления, да, одного уровня мировоззрения. У нас там была цель быть экономистами, ну, как бы люди примерно одного мировоззрения. И тут мне попадается эта девушка, которая отказывается от 2,5 тысяч долларов, потому что она потеряет свою субсидию, которая там составляет порядка, сколько, ну, 30 долларов эта субсидия, сколько она там может, какой ее размер может быть. Вот. Вам могут попадаться такие же люди. И в тот момент я поняла, почему богатые люди богатые, а бедные так и остаются бедными. И очень малое количество людей выходит вот из этого мировоззрения, мышления бедного в категорию богатого. ну, не знаю, может быть, но даже если человек просто это говорит это как отмазку, то, ну, у меня бы язык не повернулся такое сказать. Есть еще мировоззрение, которое, знаете, как еще, я причина и все вокруг виноваты, тоже, такая, две разные точки мировоззрения, вот это, знаете, как легко проверяется. Представьте, что вы опоздали на работу, по, ну, опоздали на, попали в пробку и опоздали на работу. Как вы будете объяснять своему начальнику причину своего опоздания? Два варианта будет. Один из вариантов человек скажет, я попал в пробку, поэтому я опоздал. А второй человек скажет, я неправильно рассчитал время на дорогу, поэтому я опоздал. Чувствуете разницу в ответах? не, ну, понятно, что мы каждому правду скажем. Просто, видите, правда, правда и там, и там. Да? И там правда, и там правда. Но, какая она разная, это правда, согласитесь. Да, я неправильно, не пробка виновата из-за того, что я опоздала, а я неправильно рассчитала время на дорогу, поэтому я опоздала. была в пробке. Пробка виновата. Да, там пробка виновата, там я. И вот мы все, и когда вы ловите себя на этом, когда вы пытаетесь оправдать себя там какими-то обстоятельствами, по сути-то, мы-то могли предположить, что там пробка, могли бы посмотреть вот в приложении пробки, какие пробки на дорогах. В конце концов, мы знаем, что пробки могут быть с утра, да, но при этом мы эту информацию проигнорировали и вышли поздно. Вот здесь тоже в нашем бизнесе кто-то скажет, я, мне муж не разрешает, кто-то скажет, что там субсидия виновата, кто-то еще там что-то придумывает, кто-то скажет, это лохотрон виноват, а кто-то разберется и будет делать. Сама виновата, что попала в пробку. Нет, то, что в пробку попало, не виновата, а то, что не рассчитала, что это пробка, а может быть, мы с нашими ресурсами, да, вот онлайн ресурсами, в принципе, могли предположить и посмотреть время на дорогу, но мы этого не сделали. вот так. Что вам, показать красивые картинки или вы это все уже видели? так. У меня слетел фильтр. Вот. Хотела вам показать или не буду уже это делать. надо ли показывать вот те картинки, которые нам сегодня компания показывала, когда нам подавала крутые новости? Как продавать онлайн, это очень большая тема. Давайте лучше расскажу, как сделать личный товарооборот онлайн. Вот задали, задали вопрос, задали, задали. Задали вопрос, я думаю, что он интересен каждому. Да, кроме того, что вы можете создавать совместную покупку, вы можете прокачивать еще продукты онлайн. Для этого вы используете, смотрите, как делают блогеры и используете ту же самую технику. Что делают блогеры? Они показывают, что они этим продуктом пользуются. Поэтому вам надо просто периодически не чистить. Здесь тоже, да, должна быть какая-то норма, да, то есть адекватность баланс. На вашей странице личной, не надо заводить отдельную страницу, на вашей личной странице вы можете говорить о тех продуктах, которых вы пользуетесь, и о тех продуктах, на которые есть выгодное предложение. для этого у нас есть баннеры, для этого у вас есть дома как бы те продукты, которые вы уже купили, для этого у вас есть заказы вашего окружения, да, то есть вы можете показывать не только продукты, рассказывать о них, которые вы купили себе, но вы можете показывать шампунь, комментировать ее, которые заказала вас мама. Ну, только, естественно, мы не открываем. Вот момент такой, не знаю, надо ли его обговаривать и проговаривать заказы клиентов, когда вы снимаете продукты, которые у вас заказал кто-то, а не вы сами, то вы этот продукт не открываете для демонстрации, не масну, не мажете, даже не открываете коробочку, просто показываете в коробке, потому что, ну, как бы это гигиенично, это нормально, не думая, что клиенту вашему не понравится, что вы взяли, открыли помаду, и его, даже хотя бы просто для фото, это неправильно, поэтому свои продукты, которые вы себе купили, вы, конечно же, их открываете, мажете на себя и всячески демонстрируете, а заказы клиентов вы показываете исключительно в коробочке, но при этом рассказываете, комментируете этот продукт, но только комментируете его не литературным языком с сайта, а вот сами от себя, вы можете говорить о том, что на этот продукт есть спрос, у вас его заказали этих тушей 20 штук, это тоже будет подогревать интерес к этому продукту среди тех людей, которые смотрят ваши сторис в социальных сетях, вы можете говорить какие-то факты о наших продуктах, например, у нас серия Natural гели для душа и шампуни, они состоят из компонентов, которые распадаются на биологически безопасные компоненты в воде за 3 месяца, то есть для тех, кто следит за экологией, это будет очень важный факт, что наши средства мыльные, они не загрязняют окружающую среду, то есть об этом написано в каталоге, надо просто, ну, как бы, присматриваться к этой информации. мы, как бы, сейчас, если бы вы меня спросили еще год назад, я бы вам сказала не позиционировать продукт с точки зрения цены, потому что это последний, последний аргумент, который может дать компания, то есть если компания там между собой конкурирует на уровне цены, кто дешевле продаст, то это путь в никуда, это как бы начало конца, но сейчас, учитывая то, что у нас потребительская способность основного массы населения упала, то можете бы позиционировать, прокачивать дешевые продукты и делать акцент на их цену, потому что все те, кто сейчас стремится экономить, они заметят, что у нас санпунь стоит там на пол доллара дешевле, к примеру, чем в магазине, это им будет интересно. ролики компании на своей странице, это, конечно, классно, но мне кажется, это не особо работает, тем более, мне кажется, лучше работает, когда ты сам описываешь этот продукт, буквально в 15 секунд, понимаете, наш потребитель, почему вот инстаграм сделать из сторисы по 15 секунд, а кто перелистывает сторисы вот так вот, нажимая дальше, 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 есть такие? Просто вот глянули, так, одной долей секунды вам хватило, для того, чтобы понять, о чем этот сторис, и погнали, погнали, погнали дальше смотреть. То есть, это говорит о том, как мы воспринимаем информацию, и вот любые ролики длинные, если человека, предварительно нет у человека заинтересованности этот ролик посмотреть, то есть, вы не сделали промоушен этому ролику, то его, скорее всего, смотреть никто не будет. Вот, ну, вот видите, сами такие же. Его, скорее всего, смотреть никто не будет, поэтому, либо делать нарезку из этого ролика, отдельно каждую, отдельно что-то качать, либо просто показать самой, рассказать за 15 секунд информацию об этом продукте. Ну, еще вот раз мы уже за сторисы зацепились, и всегда, вот, как раз это, к этой теме связано, что пролистываю, да, практически не слушая, несмотря, всегда делайте подписи на сторис, всегда пишите текст, какой-то, о чем этот конкретный сторис. Ну, если он, как бы, ни о чем, то можно и не писать. А если там есть какая-то информация, которую вы считаете важной, и ее необходимо донести, то всегда делайте надписи на сторис. И надписи не должны быть на полэкрана телефона, они должны быть считабельные и не сильно крупные. Посмотрите, блогеры, они делают все маленькие надписи, но при этом они нормально читаются. также и длинные презентации тоже. Это мы с вами так сидим уже час. Как доставить продукт к количественным потребителям? Новые почты. В Украине очень удобно это делать новой почтой. Прям, я даже по своему городу отправляю новой почтой. То есть, я не езжу, не встречаюсь с клиентами, отправила новой почтой, все. В России не знаю, но может быть Роспочтой так называется у вас. Хорошо работают баннеры. Вот если прокачивать продукт с точки зрения цены, то хорошо работают баннеры, на которых и компания делает, и у нас в команде очень много таких баннеров, на которых буквально там 5-7 продуктов и рассылка этих баннеров хорошо работает вот среди вашего окружения. То есть, вы можете их разослать по своим контактам в Альбере и у вас будут заказаны эти продукты. Очень плохо работает каталог сам по себе. Особенно, когда человек не особо знаком с продукцией и 150 страниц каталога, ему смотреть это как бы вообще ни о чем. Поэтому мы используем баннеры с акцентами на продукт, на конкретный продукт, на 5-7 продуктов с каталога и как раз именно эти продукты и покупают. Если стоит выбор сделать рассылку каталога либо рассылку баннера, то лучше выслать баннер. И потом уже по запросу можно выслать каталог. про Таиланд. Так, ну хорошо. Про Таиланд это вообще очень крутая тема. Знаете, я сегодня реально офигела от щедрости компании, потому что так, у меня слетает фильтр, когда я включаю, потому что такого еще не было. такого еще просто не было в истории компании, что вот так вот, что вот, вот так, так, а, видно, да? Я поставлю самый, о, отлично. Такого еще не было, чтобы директоров возили на золотую конференцию, понимаете? Так, да, то есть для того, чтобы поехать в Таиланд на 5 дней для директоров, да, не золотые директоров, а просто директоров, для того, чтобы поехать в Таиланд на 5 дней, необходимо просто-напросто закрыть директора. Просто закрываешь директора и едешь в Таиланд бесплатно с компанией. Таких условий простых компаний за ее 50 с хвостиком лет не было еще никогда. Кроме того, что сама страна Таиланд, это страна, на которую ездили у нас бриллианты, там были исполнительные, я не знаю, я еще тогда не была в компании, поэтому не владею этой информацией, ездили бриллиантовые директора в Таиланд, а сейчас повезут просто директору. Без кьюшек, вот еще, это наконец-то, наконец-то это случилось, без кьюшек, вот этих вот, за которыми задолбисто смотреть и отслеживать эти все условия, самые простые условия для коммуникации, просто в течение, до четвертого каталога тебе надо закрыть директора, все. Ну, в смысле, открыть и закрыть, да, то есть продержать 8 каталогов из 17. Что еще, 5 дней, если раньше у нас менеджеры ездили на 4 дня на конференцию для менеджеров, то директора едут на 5 дней, целые директора всего лишь на 2 дня дольше остаются. Для того, чтобы на эту конференцию поехать, необходимо сделать товарооборот порядка 80 тысяч гривен, либо 200, так, ну, где-то 250, там, 200 тысяч рублей. Ну, в наших баллах это 7,5 тысяч баллов. Это 80 тысяч гривен. Что такое 80 тысяч гривен? Это примерно 3 тысячи долларов, да. Это вот те, вот те, а теперь поделим на 50 долларов, которые у нас минимальная покупка на каждого. Минимальная покупка на каждого у нас 50 долларов. То есть 3 тысячи делим на 50, и в итоге мы понимаем, что нам надо в своей сети иметь всего лишь 60 человек. Не 100, не 1000, то, что мы назвали с самого начала эфира, да, а всего лишь 60 человек. И ты, кроме того, что ты получаешь доход директора, премию директора 100 тысяч рублей, либо 1000 долларов, если это в Украине, и еще бесплатную эту путевку в Таиланд. Мне кажется, ну, не, ну, отрывка, конечно, отрыв нужен, девчонки. Без отрыва вы просто не получите квалификацию директора. Без отрыва мы не получаем квалификацию директора. Ну, 150 баллов для условия, самого условия квалификации на эту конференцию, этого нет. Вступить в эту квалификацию можно с любого момента, включая до 14-го каталога. То есть до 14-го каталога вам открыть надо директора, и до 14-го каталога вы можете в эту квалификацию вступить. Даже если вы присоединились только в сами, там, только в 13-м каталоге, вы все равно можете в нее вступить. И даже если вы сидели, 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 сидели все лето, а потом резко, ну, ничего не делали, не работали, были у вас там какие-то свои дела, а потом резко вы захотели квалифицироваться, вы тоже можете в любой момент начать эту квалификацию работать. То есть условия 150 баллов, как бы, для квалификации нет. Но 150 баллов есть у нас условия для получения дохода, да? Понимаем. То есть без них вы никуда. Без них никуда. Потому что, потому что вы те самые 60 человек, которые в команде у вас есть, и которые необходимы вам для того, чтобы закрыть эту квалификацию, они тоже подумают, а можно мне не делать 150 баллов? Да, вы не квалифицируетесь, естественно. Отрыв в один уровень. Отрыв для того, чтобы закрыть директора, отрыва. Ну, в общем, это не вопрос прямого эфира. Закрыть директора и все. Так, что еще вам рассказать? Для сравнения, для сравнения, у нас в этом году должна была быть конференция для золотых директоров в Турции. Но она из-за этого коронавируса не случилась. А в следующем году у нас делают конференцию для директоров в Таиланде. Почувствуйте разницу. Турция, Таиланд, Таиланд определенно дороже. Хотя бы просто то, что перелеты туда дороже. И не каждый туда с подвинется сам полетит. Потому что, ну, я знаю, Россия отмотается в Таиланд на выходные. Каждые выходные. Но вот, например, Украина и Западная Россия, им может быть далековато до Таиланда. И здесь так часто в Таиланд не ездят, как в ту же Турцию или Египет. Здесь в основном наши люди чаще ездят в Турцию, Египет. В Таиланд это, конечно, далеко. Иногда с пересадками, далекие перелеты и дорогие перелеты. Компания нас повезет. Я тоже вот хотела всегда в Таиланд. Всегда, ну, как всегда хотела. Но не сподвинулась ни разу. Вот теперь полечу с компанией. Получается, помимо того, что мы и так, как бы, делаем свой бизнес для себя, да? Мы же не для компании этот бизнес делаем. Мы делаем этот бизнес для себя. Растим свою сеть, потребители тоже для себя. Но при этом получаем еще премию путешествия каждый год, да? Вот тоже надо момент такой озвучить, наверное, что это не разовая акция. Эти путешествия компания для нас делает каждый год. То есть развиваясь с нами, вы будете гарантированно каждый год ездить в какую-то страну. Может быть, даже не один раз, если вы будете расти, там, до уровня бриллианта и так далее. То каждый год вы гарантированно будете ездить в одну, две или три страны с компанией на целую неделю. Мы, я сама вот с компанией путешествую с 2013 года. И сколько мы стран посетили, я не помню, но это всегда были очень крутые страны. Мы были, мы были два раза в круизе. Это классный опыт, так интересно. Мы были, вот в прошлом году Пальма де Майорка. Мы были в Сингапуре. Очень классная конференция. Еще тот факт, что мы жили в там отеле с бассейном на 50 каком-то там этаже. Мы были в Японии, мы были в Австралии. Вот буквально в прошлом году это тоже очень классный опыт. Мы, получается, купались во всех уже океанах. Ну, кроме Северного, естественно. Мы были в Майами, да, вот тоже это самое, об этом надо сказать. Были, должны были быть в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско вот как раз в эти дни. Как раз в эти дни. И опять же, это все бесплатно. Бесплатные перелеты, бесплатное проживание в очень хороших, дорогих отелях. Таких как там Хаят. Тут мы жили на исполнительной конференции, отель Хаят в Катаре. Мы жили в Рэдисон отеле, в Абу-Даби. Мы жили в Марина Бэй. Так, какие еще отели? Ну, в общем, вот такие отели дорогие нам всегда компания берет. То есть не какие-то там трехзвездочные, а именно такие раскрученные сети с нормальным уровнем. Кептау у них были, да? Спасибо за подсказку. Кептау вообще обалденная страна. Похоже, чем-то на наш с вами Крым. Тоже горы и тоже океан. Там два океана соединяются. Один из них холодный, а другой теплый. И океан, это, конечно, не сравнить ни с каким морем. На океане надо обязательно побывать. Вот в Таиланде как раз океан, чтобы вы знали. Ну, вы наверняка знаете. В Таиланде как раз океан. И кто не был на океане, сможет побывать. Потому что океан не сравнить ни с каким морем. Это вот длинная, длиннющая волна метров на 300 по побережью. И такая сильная. Просто осознание того, что ты купаешься в океане, это уже огромный, огромный эмоциональный всплеск, конечно же. Все. И копнем нашу наемную работу. Вернемся из этих рометчиц про Таиланд. Вспомним о том, что в реальной жизни ни один работодатель, ни одно предприятие, ни одна компания вот таких условий не предложит. Не заплатит 2,5 тысячи долларов. Не даст премию тысячу долларов. Не повезет на какую-то конференцию. Ни одна, ни один работодатель так не сделает. Максимум, что работодатель может сделать, это заплатить меньше, чем обещал, как правило. Дальше. Мы также с вами должны объективно понимать, что за те действия, которые мы здесь делаем. Мы уже сказали, что это действия, которые не требуют каких-то особых узких специальных навыков. Это простые действия, которые просто делаются двумя кнопками на телефоне. Это пользоваться продукцией, которую мы и так всю жизнь использовали. Только нам до этого времени еще за это никто не платил, не предлагал. И за вот эти примитивные действия, получают такие плюшки, больше нигде такого нет. Ни в одном найме, ни один работодатель больше не платит. Две с половиной тысячи долларов и путешествия на Таиланд, это уровень руководителя компании, либо руководителя какого-то отдела, либо какого-то управленца, верно? Это уровень управленца. Если я понимаю, что моего образования, моего опыта, моего желания, что еще не хватает на то, чтобы устроиться работать руководителем какого-то отдела, меня просто-напросто не возьмут, да, то, и я понимаю, что мне вот эти деньги заработать больше негде, то тогда мы ждем вас в нашем бизнесе с результатами, естественно, в нашем бизнесе, если у вас других вариантов нет. Если у вас, конечно же, есть там вагоны и тележка различных вариантов заработка, вы, конечно же, можете рассматривать другие варианты, вот. Но я уверена на 99%, что у основной массы участников этого эфира таких вариантов нет, как их и не было у меня, когда я начинала этот бизнес. У меня тоже не было вариантов. Я тоже работала в найме 6 лет, и перспективы у меня рисовались нерадужные. Я каждый день думала о том, хоть бы меня не уволили, не сократили, потому что искать новую работу у меня было, не возникало такого огромного желания. Я каждый день думала о том, что все-таки на предприятиях есть возрастной ценз, и уже где-то примерно там после 45-50 лет тебя уже особо на работу не ждут, потому что есть молодые, и они тоже хотят работать, а рабочих мест на всех не хватает. То есть, вот так. Не знаю, по поводу того, что откроют ли границы, нет, очень надеюсь, что это случится в ближайшее время, потому что я сама намылила лыжи, навострила лыжи в июле в Сочи. И сижу, теперь тоже слежу за новостями, как развиваются события, потому что я хочу все-таки куда-то поехать этим летом, а не провести его в квартире. Средний балл в структурах от 80 до 120-130 баллов. То есть, в среднем получается 100 баллов где-то, средний заказ по структуре. Потому что, видите, не все слышат, когда я говорю, что у нас минимальный заказ. Вот помните, часто у нас на эфире спрашивают о том, почему компания не отменит вот эту минималку, да? Почему компания не отменит минималку и, типа, было бы лучше. Вот видите, не было бы лучше. Потому что, учитывая тот факт, что в среднем у нас заказ по структуре 100 баллов, это значит, что не все прислушиваются к тому, что мы говорим, что надо делать свой минимальный товарооборот. И не все его делают. А если бы в компании не было такого строгого условия, что вот, либо, если не делаешь свою минималку, то не получаешь дохода, то думаешь, что средний балл по структуре был бы даже не 100 баллов, а еще меньше. Потому что, ну, это психология людей. Вот так. Поэтому что? Поэтому хорошо, что у нас есть минимальный обязательный заказ. Это как гарантия того, что вы будете всегда получать нормальные доходы, а не какие-то копейки. Окей? Да, вот сейчас как раз, может быть, это не сильно, как бы, этично об этом говорит, но сейчас как раз наше время. Сейчас очень много людей осталось без работы, и они начинают присматриваться к нашему предложению. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Все, у нас сейчас пролетел, мы будем с вами заканчивать. Завтра встретимся с вами, с вашими новичками. Обязательно приводите их тоже на эфир. Мы будем объяснять, зачем мы этот бизнес делаем. Возможно, они прислушиваются к нашим аргументам и будут с нами тоже развиваться. Все, вам пока. До встречи завтра. Продолжение следует...